всех приветствую на своем канале техноманьяк и я уже давно с вами не делился в видео формате своими успехами об изучении программирования на курсах яндекс практикума и этим роликом я хочу исправить данную оплошность и наконец-то рассказать вам что происходило все это время каких успехов я уже добился и на каком моменте изучение программирования я сейчас нахожусь для тех кто забыл я прохожу курс в разработке на яндекс практикуме это произошло уже пять месяцев назад я пять месяцев разбираюсь с джаваскриптом html css и вот с этого момента наконец-то я приступил к изучению своего первого фреймворка это react.js а также я благодаря яндекс практикуму у меня появилась возможность поучаствовать в первом групповом проекте где нам выдали реальный проект и сейчас с командой мы его осваиваем но обо всем по порядку перед тем как мы продолжим я рекомендую тебе подписаться на мой youtube канал прямо сейчас а также обязательно загляни в мой телеграм-канал там также выкладываю много интересных новостей из мира айти из своего канала то что не попадает в ролики делюсь полезными ссылками и материалами поэтому подписывайся чтобы не потеряться но с вступлением покончено и наконец-то я могу рассказать чем я занимался последние три недели на курсах яндекс практику мы если коротко охарактеризовать их то я вам скажу так я занимался за а п классовыми компонентами и серверными технологиями что это значит вот этот проект место был доработан с разным с разных сторон первую очередь все было переписано на использование классов второе это были использованы простейшие методы запросов к серверу и там был выдан на когорту сервак и теперь мой проект сайт вот этот последний которая делал место который позволяет загружать картинки и делиться ими существует уже на серваке и полноценно функционируют то есть у нас мы подключили сервак и теперь все кто учится на моей когорте могут на этот сервак загружать свои фотографии можем лайкать фотографии друг друга и это все сохраняется в облаке и после перезагрузки тоже сохраняется то есть теперь это полноценный функционирующий сайт как каждый в котором каждый может зайти поменять аватарку и все это сохранится так что в принципе я остался очень доволен проектом мне все очень понравилось но с самого начала как и начал учать javascript я понимал что ванильный джесс это круто это очень важно для понимания но при этом на нем уже как такового нет активной разработки люди уже давно пользуются фреймворками и я очень давно ждал того момента когда наконец-то нам дадут в руки возможность изучить свой первый фреймворк и вот наконец-то этот момент настал я дошел до спринта который называется изучаем react.js я очень рад вот мне прошла уже первая неделя на данный момент я выполнил все задания в тренажере я прослушал вебинар и сейчас буду приступать к своей проектной работе которая должна сдать до конца следующей недели пока что я в нее не заглядывал и не могу рассказать что там будет но хотел бы я вам немножко рассказать именно про реакции джесс сам фреймворк очень важный потому что если мы заглянем на тот же headhunter и откроем вакансии мы увидим что в каждой второй вакансии требовать и есть react.js действительно очень важная технология которую стоит изучать поэтому очень давно хотел к ней наконец-то приступить и первые мои впечатления после перехода это просто фантастика то есть стоило изучать ванильный джесс просто чтобы потом перейти на react и понять блин как он прощает жизнь во первых он более наглядный то есть была проблема в том что когда мы до этого писали вот этот проект место и он начал разрастаться там было очень много каких-то файлов модулей они все были в разных папках это было очень сложно то есть вот эта структура бэм сама подразумевает под собой то что у тебя куча файлов раскинута по папкам и это очень тяжело в этом ориентироваться и это очень неудобно перейдя на react суть заключается в том что теперь наш сайт делится на компоненты теперь допустим мы делая сайту мы сделаем footer и вот в этой папке footer будет храниться наш css и java скрипт файлы и это все в одном месте это все очень удобно сделано за счет импорта настроена и это реально круто сейчас у меня нет как такового готового кода который бы я вам мог продемонстрировать я это планирую сделать когда завершу свою проектную работу чтобы показать вам разницу в подходах то есть я покажу вам этот проект до использования react а и после я думаю что будет интересно поэтому если ты не хочешь этого пропустить обязательно подписывайся на мой канал ну а в этом ролике расскажу больше такие именно на словах и свои впечатления как оно происходило также я хотел бы отметить что помимо того материала который есть на яндекс практиками у реакта есть отличная документация и документация полностью переведена на русский язык это находится на их официальном сайте просто отличный мануал для новичков то есть реально после того как прошел обучение на яндекс практиками чтобы закрепить весь материал я хотел повторять этот материал периодически чтобы не забыть его и я периодически перечитывал там пока ехал в метро или когда он была свободна минутка на работе и вот эта документация на официальном сайте это просто мастхэв я уже посмотрел по многим другим технологиям там тот же редакс тайп скрипт на русский язык она не переведена вот с react там очень классно что они перевели все очень понятно все разжевано поэтому если вы тоже начали изучать react рекомендую в первую очередь посмотреть документацию на официальном сайте она очень понятная все для новичков поэтому прям рекомендую также хотел поделиться очень такой положительной новостью на этой неделе мы начали работу над групповым проектом когда-то давно в самом начале нам говорилось о том что на определенном этапе обучения на яндекс практиками нам будет дана возможность образовать группы и в этим в эти группы будет внедрен проект который надо было бы реализовать этот проект был бы реален и он бы пошел нам портфолио это был первый опыт реализации проекта именно в команде вот наконец-то этот момент настал на этой неделе мы разбились на команды мы создали для каждой команды чат уже получили брифинг как мы получили задание как к проекту который надо сделать и сейчас находимся в стадии планирования кто какие роли занимает кто такие задачи делает то есть у нас стадия сейчас планирование мы создали сейчас гид репозиторий и скоро я думаю уже на с понедельника начнем активную работу над проектом это очень интересно очень интересно дойдем ли мы до конца потому что опыт у ребят очень разный ребята участвуют в проекте с разных когорт кто-то опыт не кто-то менее опытный поэтому интересно что из этого выйдет вообще интересно поучаствовать именно в групповой работе потому что на реальной работе когда уже будешь работать там ты не будешь одиночкой ты будешь работать в команде это же очень важно разоба разобраться с этими тонкостями githa push и вот этого всего как она работать в команде поэтому мне очень интересно я сейчас заряжен максимально на работу все вот это делать поэтому всех своих этапах буду вам рассказывать и надеюсь что мы дойдем до конца и я смогу вам презентовать именно этот проект который был бы сделан нашей команды но на этом у меня все недели была достаточно спокойная по сравнению с тем что мне было до этого это было и смена работы это было и работа над проектом этой неделе по я по большей части отдыхал потому что впереди еще очень-очень много вещей которые сделать это на этой неделе работают проектом работы над групповым проектом надо пилить ролики на канал у меня новая работа я вникаю материалы там то есть очень много работы так что будет интересно буду обо всем вам рассказывать на своем канале так что подписывайтесь переходите мой телеграм-канал комментируйте это очень помогает развитию канала все всем спасибо за внимание всем пока что и 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